Хе-хей! Всем привет! Весна! У нас открытие шашлычного сезона на высоком берегу Вори. Так, детки воюют со столиком. Вань, а ты с той стороны придешь? А, один уже начинал. А с этой? Конечно. Вот. Нет, с этой все сделано. С этой все хорошо, надо еще вот эту ножку подтянуть. Нет, я вам советую ногой прижать его. Или я вам сейчас помогу. Да, маме. Все, буду помогать. А вон там у нас стоит шашлык, я его чуть-чуть не донесла. Сейчас мы его донесем. Ну вот, мы потихонечку разжигаем. Угли, оказывается, за зиму слегка отсырели на балконе. Ну ничего. Аришка съездила сегодня на спектакль Маугли в Москву. Понравилось. Ванечка. А, повернись, покажись. Восседающий на каремате. Вот такая у нас тут мини... Мини-поляна. Снег еще не ставил. Но все равно здорово. Оделись мы очень тепло. Потому что периодически поднимается ветер. Но, в общем-то, ветер не сильный. Так что будем надеяться, звук будет на камере хороший. Ребят, давайте без папы вы не подходите к мангалу. Да, издалека. Так что, значит, с углем у нас все в порядке. Просто жидкость была не очень. Все отсырело. Все отсырело. Да за зиму и мы отсырели. Хорошо. Ну, кстати, не холодно, когда нет порывов ветра. Красота. Крысота. Крысота. Аришка просто шашлык жарит, когда угли уже не горящие, а тлеющие. Потому что если будут вот такие язычки пламени, мясо будет гореть. Да, поэтому и берут бутылку с водой, забрызгивают. Хорошо, тарелка летает, Вань. А где она? Ну, неплохо. Ну, только в машины не попадите. Ваня, иди позапускай тарелку. А вот наше мясо. Где тут наше мясо? Ой, вот оно, замаринованное. Почти сутки мариновалось. Мы вчера его купили. Папа наш его замариновал. Сегодня мы с утра уже успели убрать квартиру, сходить на тренировку. Ариша съездила в Москву на спектакль на Маугле. И вот мы решили, что ужинать мы будем на природе. Здорово. Да, весна. Ну, вообще логично в конце марта-то. Почему бы и не весна 27 марта? 27. Первый месяц весны, считайте, уже прошел. В Москве снега уже нет. А здесь еще у нас почти сугробы. Ну-ка, покажите, да, что мы купили? Вот такую какую-то. Жаровню. Да, это мы когда ездили в Дом оружия. Также там магазин для охоты, рыбалки. Да, вот орешки очень идут. Пагода ты наша китайская. Ну вот, наши угли практически готовы для жарки мяса. Красота, красота. Ну что, уже можно мясо? Да, выкладываем. Да, умеет балансировать. Ты прекращай балансировать, будем выкладывать мясо. Торжественный момент. Гори, гори, я знаю, что... Ваня, вот ты наделал. Что я наделал? Что-то наделал. Что-то как тебе наделал. А у орешки шашлык из одной помидорки. Кризис. А из чего это мясо купит мясо? Это свиная шейка. Наши опыты показали, что это самое... Самое лучшее. Да, для шашлыка. Вот видите, нужно аккуратно распределить, чтобы чуть-чуть зазорчики были. Помидорка будет с ароматом. Мясо? Да. Ну, Ариш, это твой ужин. У тебя соревнования под жидообласть предстоит. Тебе нужно вес контролировать. Так что мы будем есть шашлык, а ты помидорку. Идите вы, это Ваня наедет. Ваня на область не едет. Когда Ваня будет ехать на область, мы ему тоже диету пропишем. Ариша, ну после того, как у тебя помидорка поконтактировала с мясом... Я не контактирую, я вот так вот делаю. Да? Да. Ну вот, а тут у нас еще порция шашлыка. И еще мы сегодня будем готовить хоровац в жаровне. А чтобы шашлык хорошо получился, обязательно нужно пользоваться вот такой гламурной тарелочкой. Розовой. Розовой. Обязательно розовой. Это моя тарелка. Я ей должна махать. Вон там загорелась. А, нет, нет. Ну да, оно тут же тухнет. Так что, не должно сгореть. Ну что, Ваня, ты помидорку лопаешь? У вас тут сухарики, напитки. Тут у нас на хоровац лук и зелень. Ваня, помоги открыть. Нет, она раскручивается. Вот. Вот у нас тут кинза и лук. Вот тут у нас черри. Тут у нас детские напитки. И на перекуску им чуть-чуть сухариков. Если до шашлыка не дожили бы. Но они уже дожили. Что, помочь тебе открыть? Да. Ну давай, сейчас помогу. Ой, ветер. Сейчас слышно будет плохо. Смотрите, как бобры поработали. Они плотину себе строят. А с того берега, вон, уже одно дерево опрокинули. И второе уже подгрызли. Ну что, как наш шашлык? О, уже мяско зарумянивается с одной стороны. Уже покрутили. Вот это еще не порумянило. А вот, видишь, перевернул и... А это я перевернул. Это тоже. Вот это. Ой, ой. Это отмой переварит. Вань, не надо вот... Вань. Будь здорова. Эти набрать переворачивать не надо. Это вот не румяной стороной должна быть вниз. Вань, вот я только что перекрутила. Учитесь, учитесь готовить шашлык. Оришка, ну что в спектакле было интересного? Манька, давай оставь. А? Давай, давай посмотри. Ну, давай посмотри на меня. Значит, сегодня день театра. И вы как раз в день театра ездили, да? Классно. Там же моя музыка была. Понравилось? Вань, не подходи к краю обрыва, пожалуйста. Тут скатиться кубарем ничего не стоит. Ху-ху. Потом бобры вытаскивать. Или затаскивать. К тому же, Ваня, у тебя на куртке вот этот вот опушек. Опушек на капюшоне неизвестного происхождения. Вдруг бобры на тебя обидятся? Не знаю. Мода тебя обидится. Ну, ты к ним не собираешься? Нет. Нет? Ну, хорошо. Ариша, а мы уже выложили видео твоего спектакля. Я знаю. Ты знаешь? Знаешь? Знаю. Осторожно, осторожно. К мангалу близко. Банечка. Банечка, не балуйся. Не надо. Не ковыряй просто. Ты, наконец, насладишься своей помидоркой? А, это уже третья? Оставь. Не надо уже ковырять. Все. Слушайте, а как здорово. Даже ехать никуда не надо. Он вышел из подъезда. И все. И мы на природе. Ванечка, тебе очень идет. Постой, ариша, там. О, ариша, шашлык приготовила. Ариша, правильно, правильно, правильно. Это как раз тот шашлык, который тебе нужен. На ближайшую неделю. Оришка, вот за что мы тебя любим, так это за твой бесконечный творческий подход. Где Татя? Татя сейчас придет. Арина, это мой вопрос постоянно. Ванечка, ну-ка, посмотри на меня. Ля-ля. 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 А как ты мариновал? Так, что у нас там было? Зелень? Ну, у нас был репчатый лук, у нас был укроп, чеснок, соль и петрушка. Сейчас я все сниму. Да, будем кушать и будем ставить на хороват. Ваня, 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 мне надо шебуршить. Ване, не надо шебуршить. Ваня, если шебуршить, больше горит. Так, ну, а теперь мы готовим овощи на хороват. Здесь у нас два желтеньких, два красных больших болгарских перчика, помидоры и четыре баклажанчика. Я на него сижу. И вот мидорками нормально. Да, только ты подвинь чуть-чуть сюда. Не двигаются. Не двигаются? Ну, не страшно. Вот. Такая красота. Да, это мидор. Папа наслаждается шашлычком. Пойдемте все наслаждаться. Ванечка, не переживай, лук будет отдельно. Ваня, у нас у нас с бальзамическим уксусом. Он не горький. Но очень-очень вкусный. К нам пробирается Татя. Не иначе, как в туфельках. Спорим, что она в туфельках? Ага. Видно. Видно? Как, говорит, к нам пробраться? У Вани жизнь удалась. Наладилась. У Вани жизнь наладилась. У Вани жизнь наладилась. Планшет несешь. Ваня, что ты растемненько-то? Жарко? Ваня, не тупо. Там, ты подай мне кашу. Вань, я растемненько. Я говорю, потому что вы на солнышке? Я у костра. Да. Вы что так быстро пожарили уже? Да просто ты так долго собиралась. Да вы что? Да я только закапываю глаза одними, другими, с перерывом. Как положено. Каплями. Ой, как у вас тут пиашота. Я помидорки пожараю. Да ты что? Ну, хороват для перерыва. А сейчас у нас тут хороват, да. Татя, присоединяйся. Ой, спасибо. Мягко-мягко-мягко. Кусочек. Поменьше будет? М? Бери поменьше, а не мастер. Ну вот. У нас хороват потихонечку жарится. Угу. Аришка потихонечку переворачивает, да. Что, Ванечка, наелся? Ну, не знаю. А? Все равно будет кушать. Давай. Что у тебя там ниточка? По ниточке, по ниточке, по ниточке, по ниточке, я не желаю. Аришка, ты бери руками. Угу. М-м-м, красота. Красота. Солнышко садится потихонечку. Аришка, ты что-то не кушаешь. Кушает. Кушает. А она кухает. Так жаль, что эти деревья погибли. Нет, на жаровне у нас уже нечего жарить. Вот помидорки готовы. Сейчас баклажаны и перчик должны еще дойти, но пора уже досыпать угля. Так что у нас еще мясо не жареное. О, как раз мы его дорасходуем. А, зала с перцем в удобрение и помидором. А, Ваня покидал пару раз тарелочку и хватит. Съел в планшет смотреть. Ой, как хорошо, как красиво. И вкусно. И вкусно. Ну, давай, а какое ты брал мясо? Шейку? Шейка. Что, Татенька, вкусно? Да. Я сам все тоже делала. Думаю, шейка и пиквы. А сам все с чем не сделаешь вкусно. Да, у нас тут классический набор для шашлыка. Как хорошо. Смотри, как красиво играет огонь, тень. Родственники наши. Ироны. Троюродные. Моя тетя. Моя тетя. Аришка, ну ты прям в огне. Не надо, не надо. А то видишь, они какие сразу стали серые. Прокоптились. Осторожно, осторожно, Ариш. Арина, ты хочешь из этого порошка сделать? И что? Помидор? Помидор. Порошок? Да, жиденький. Это интересно. И во что ты тут рубишься? Ай! Ну и правильно. За время топительного сезона уже такая сухость в квартирах. А ты знаешь, что выграетесь на балконе? Ну, это маленьком. Вчера было вечером 33. Ну, это на солнце просто нагрелось. Это мунтер, да. А сейчас тоже 26. Ну, это солнышко светит. Ну что, мы дожариваем последний шашлык. Дома еще снимем приготовление хоровац. Наши вон пошли гулять. Потому что уже становится прохладно. Солнышко вот уже садится. Еще чуть-чуть и скроется за кромкой деревьев. От первой партии шашлыка осталось очень немного. От лука, кстати, тоже. Вот. Сейчас будем потихонечку собираться. Продолжение следует... Продолжение следует...